Майкл комментирует информацию. В сентябре 1995 года появились слухи, что Майкл и Лиза Мари разводятся. Это вызвало бурю заголовков по всему миру. Мне удалось дозвониться до Майкла, чтобы взять интервью для австралийского журнала «Women's Day» «Женский день» для прояснения этих слухов. Я скажу вот, что сказала он мне с нетерпением. Нет, 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 нет. Все эти истории, черт возьми, ложь. Их распространяют люди в надежде, что им повезется одно из них, и они преуспеют. Я спросил, хочет ли он еще как-то ответить на сообщение, что Лиза все же не знала об его каникулах в Париже с братьями Кассио. «Как бы я ей этого не сказал», — говорил мне Майкл. «Казалось, он был напряжен, нервничал. Разве она не смогла бы прочитать об этом или увидеть наши фотографии, которыми пестрели все газеты по всему миру? Ни у нее, ни у меня не могло быть секретов, даже если бы мы очень захотели. Мы сейчас так счастливы», — добавил он на своем браке. «Мы счастливы по-своему. Я не знаю, у всех ли так. Мои родители женаты уже 40 лет. Их брак похож на другие. У родителей Лизы был брак как у всех? Не уверен. Мне нравится быть женатым, зная, что Лиза рядом. Она сильная, она рассудительная. Она поддерживает меня, прислушивается ко мне, понимает меня. Она понимает мой мир». И опять-таки разговор зашел об обвинениях в растлении детей. Была информация, что Майкл выплатит Джорди Чандлеру 25 миллионов долларов частями, по 466 тысяч в год в течение 40 с лишним лет. Не факт. Однако, кроме всего, сообщалось, что Майкл тратит больше суммы на игрушки. «И это неправда», — утверждал он. «Скорее всего, я трачу не более». Пауза, будто он подсчитывал цифры в уме. Ну, не более где-то 150 тысяч в год. Также в это время ярмарка тщеславия Венити Фейер процитировала окружного прокурора Санта-Барбары Тома Снедена. «Уголовное расследование против Майкла не закончено. Хоть и урегулировано гражданское дело с помощью выплат», — заявил Снеден. «Расследование только временно приостановлено». «Черт возьми, это что же?» — спросил Майкл. «Или расследование есть, или его нет. Оно закончено. Давай не будем об этом». Во время нашей беседы была затронута тема о фотографиях, сделанных полицией. «Эти фотографии действительно не совпали с описанием Джорди», — сказал мне Майкл. «Сколько раз я должен говорить тебе это?» «Они все же не соответствовали». «Вот, а теперь я вешаю трубку, потому что, задав этот вопрос, ты зашел слишком далеко». «Подожди», — сказал я, — «еще кое-что. Ты в курсе, что автор одной книги утверждает, что он отыскал некую видеозапись с тобой и детьми? Ты не хочешь это прокомментировать, Майкл?» «Это неправда». Казалось, Майкл был в состоянии сильной взволнованности. «Даже будь я самым ужасным маньяком в мире, с чего бы мне хранить пленку подобно этой?» В действительности, Майкл предъявил иск Виктору Гутиересу, автору книги о Джорде и Майкле, которая называлась «Майкл Джексон», был моим любовником, оспаривая, что подобная запись не имела места, и издание этой книги. Очевидно, что таковой пленки не существовало. Виктор проиграл этот иск, его обязали выплатить Майклу почти 3 миллиона долларов. Он объявил о банкротстве и перебрался в Чили. С тех пор о нем ничего не слышно. «Люди поверят во все, что угодно обо мне. Мне уже все равно». «Ты это хочешь услышать?» «Ну что ж, прекрасно», заключил он, словно ударил на отмыш. «Собственно, почему бы тебе просто не сказать людям, что я марсианин? Скажи им, что я ем живых цыплят и в полночь устраиваю пляски вуду. Они поверят всему, что ты скажешь. Ведь ты репортер», сказал он со злостью. «Репортер» прозвучало, как плевок. «Но если я, Майкл Джексон, сказал бы, я инопланетянин с Марса и ем живых цыплят и каждой ночью исполняю танец вуду, люди скажут, ага, Майкл Джексон того, чокнутый». Он спятил. «Нельзя верить ни одному слову из его уст». В конечном счете, Майкл сказал, его голос звучал устало. «Люди не знают, каково мне. Право же, никто не знает. Никому не пристало судить, что я сделал со своей жизнью». Он закончил. «Пока не побывает в моей шкуре каждый черный день и каждую бессонную ночь». Начало Дебби Роу. Впервые Майкл встретился с Дебби Роу в начале 80-х, когда обратился к дерматологу с жалобами по поводу состояния своей кожи. Напуганный появлением непонятных пятен, Майкл был уверен, что у него смертельно опасная болезнь – рак кожи. Эйс Джонсон, который на тот момент времени работал ассистентом у Джозефа Джексона, вспоминал, Майкл, узнав, что у него витилиго, сказал, «О, нет, я урод. Я очень хорошо помню, как он рассказал мне о белой женщине по имени Дебби. Она была медсестрой и регистратором, кто помогал ему справляться с этим тяжелым испытанием. Майкл всегда мог рассчитывать на нее». Доктор Кляйн предложил Майклу, если у него возникнет необходимость поговорить о своем заболевании, ему следует звонить Дебби в любое время суток, днем или ночью. И действительно, некоторое время Майкл ежедневно звонил Дебби с медицинскими вопросами и находил в ней поддержку и понимание. И вскоре они стали хорошими друзьями. Тогда вот братья Майкла и подумали, что, возможно, у Майкла начинается роман, поскольку все его разговоры были о Дебби, вспоминал Айс. Джермен сказал, «Я хочу познакомиться с этой барышней Дебби». Майк по уши втрескался в нее, а Майкл улыбался и хихикал, словно влюбленный подросток. Когда бы Майкл не являлся на лечении к своему дерматологу, Дебби всегда хлопотала вокруг него. Всякий раз, когда у Майкла выходил новый CD, он отправлял ей подписанный диск. Дебби развешивала обложки с дисков на стенах своего кабинета, пока однажды Арнольд Кляйн не попросил их снять, сказав, что такое проявление привязанности к своему пациенту могло быть неправильно истолковано. Таня Бойт, которая была близкой подругой Дебби, вспоминала, «Она была зациклена на Майкле. Она говорила, «Я собираюсь поговорить с Майклом, чтобы он был более откровенен, он слишком замкнут». Она переживала за него. Бывало, она сидела на телефоне с ним всю ночь напролет. Дебби сказала, что ему было легче общаться по телефону. Вся его защитная реакция ослабевала, когда ему не нужно было смотреть на тебя лицом к лицу. Она чувствовала, что Майкл был милым, что его неправильно понимали и к тому же, что он бунтарь». В торе словам Лизы, Дебби говорила Тане, «Если бы люди знали его, как знаю его я, они бы не считали его таким уж странным. На самом деле он неповторимый, уникальный. Мне нравится это в парнях». Думали, что они будут вместе. Когда я спросила Дебби, питала ли она к нему романтические чувства, она стала уклоняться. В итоге она вышла замуж за другого, их брак длился несколько лет. Все кончилось разводом в 1990 году, так как, по словам Дебби, она чувствовала себя в ловушке. Но я думаю, что у нее был интерес к Майклом. В течение многих лет между Майклом и Дебби продолжалась дружба. Частенько они откровенничали друг с другом по поводу своих неудачных браков. В 1995 году Дебби Роу была 36. Она была примерно на 10 лет старше Лизы Марии Пресли. Дебби родилась в 1958 году в Споконе, штат Вашингтон, в семье у Гордона Роу и Барбары Чилкотт. Еще до того, как ей исполнилось 15, она переехала в Лос-Анджелес. Тогда развелись ее родители, и ее отец покинул штаты и подался на Ближний Восток. В 1977 году Дебби закончила среднюю школу в Голливуде и начала работать помощницей у Арнольда Кляйна. В 1982 году она вышла замуж за Ричарда Эдельмана, 30-летнего учителя средней школы. Они переехали в маленькую квартирку в Ван Нуисе в Калифорнии, где Эдельман и начал свой бизнес в области компьютерного консалтинга. В 1988 году их брак дал трещину. Год спустя Эдельман объявил себя банкротом с активами в 40 тысяч долларов и с долгами вдвое больше. У Дебби и в самом деле был своеобразный нрав. Помоложе, будучи байкером, она обожала носить вещи из черной кожи и с ревом гонять на своем мотоцикле по Лос-Анджелесу на головокружительных скоростях. Марио Пикус, один из ее друзей, и такой же байкер, вспоминал, у нее были аварии и не раз, так что ее мощный мотоцикл с объемом двигателя 2000 кубических сантиметров был весь в мятинах, и она ругалась, словно какой-то моряк. Вся ее речь была приправлена еще теми словечками. Она была похожа на одного из тех парней. Пить пиво и текилу было обычным делом для нее. И у нее была привычка бить кулаком. Такой вот дружеский жест. Пропустив довольно-таки много своим дружеским ударом, она могла вышибить из вас весь дух. У нее никогда не было денег, она всегда была без гроша. Но однажды, после одного такого путешествия на мотоцикле, она сказала, что должна заехать к своим родителям. Я опешил. По соседству был дом Брюса Уиллиса в Малибу, и он выглядел лачугой по сравнению с домом родителей Дебби, который стоил должно быть миллиона четыре. Пикус, будучи профессиональным художником, уже в самом доме прикинул, что стоимость картины и скульптур могла бы составить 10 миллионов. Дебби объяснила, что и отчим был магнатом по недвижимости. Казалось, у них были теплые отношения. И тем не менее, было очевидно, Дебби не брала отчиму денег. Ее квартирка, которая обходилась ей 700 долларов в месяц, была мрачной, в общем-то дешевой, и наводила уныние. Но это было святилище, посвященное Майклу Джексону. Все стены, каждый дюйм, были увешаны плакатами и фотографиями Майкла. Многие из них были подписаны «Дебби с любовью Майкл». Удивительно, но Майклу удалось сохранить в секрете от общественности эту сторону своей жизни. Его поклонники полагали, главным образом, вследствие того, как Майкл жаловался на отсутствие личной жизни, появись в его жизни женщина в любом качестве, весь мир тотчас бы узнал об этом. Это сразу бы попало в заголовки газет. И тем не менее, каким-то образом, о Дебби не знали ни поклонники, ни пресса более 10 лет. Когда Майкл начал проходить лечение, в связи с проблемой лекарственной зависимости, Дебби немного успокоилась, рассказала Таня Бойт. Она так сильно переживала за него. Она поддерживала связь с ним во время всей этой истории с Джорди Чандлером. Возможно, он и много разговаривал по телефону с Лизой, но он также говорил и с Дебби. Хотя я думаю, что Лиза все же не знала об этом. Ведя из клиники, он начал встречаться с Лизой, но он никогда не прекращал видеться с Дебби. И даже после того, как женился на Лизе. Подруга Лизы, Моника Пастель, вспоминала. «Однажды Лиза сказала мне, до нее дошли слухи, что Майкл проявлял интерес к одной белой медсестре, которая работала у его дерматолога. Она не приняла это всерьез. Она думала, что, скорее всего, Майкл таким вот образом пытается вызвать у нее ревность, играет в игры. И все-таки ей было интересно, и она пошла в офис к врачу, чтобы украдкой посмотреть на эту голубоглазую блондинку, щедро наделенную пропорциональными формами. Медсестру по имени Дебби. Увидев ее, Лиза сказала, «Я сомневаюсь, что Майкл мог бы ею заинтересоваться. Она не в его вкусе. Ему нравятся гламурные девушки. Хотя, по-моему, она увлеклась Майклом. Быть может, они, ну, я не знаю, встречаются или что-то вроде того. Бред». Это оказалось правдой. В то время, как Майкл был близок с Лизой, он втайне встречался с Дебби, пусть даже как и с другом. Узнав об этом, Лиза сочла странным, что Майкл мог скрывать от нее сей факт. Впрочем, она догадывалась, что у него много тайн, и это, видимо, меньше всего заслуживало внимания. Она все же провела свое расследование и сделала вывод, что Дебби была, как она выразилась в 2003 году, медсестрой, запавшей на Майкла. Лиза называла Дебби нянюшкой. Это ее не беспокоило. Один друг вспоминал, как-то днем вскользь она сказала, «Ну, нянюшка, сегодня 10 раз звонила, разыскивая Майкла. В конце концов, мне пришлось ей сказать, «Пожалуйста, он перезвонит вам, окей?» «Господи Иисусе!» «О, понятия не имею, что ей надо. Мне и так стоит больших трудов, чтобы понять Майкла. Я не собираюсь разгадывать еще и его друзей». Вот такие чувства она испытывала к Дебби Роу. Она не видела в ней угрозу для себя. Разговор Лизы Марии с Майклом в больнице. Появившись вместе на вручении премии MTV Awards в сентябре 1995 года, Лиза сидела рядом с Майклом и было видно, что она злилась. Выглядела она несчастной. Ей надоело убеждать, она устала спасать Майкла от самого себя. На днях она уже звонила Кэтрин Джексон, чтобы спросить ее мнение, что делать с упорством Майкла. В его жизни по-прежнему присутствовали юные мальчики. «Я хочу спасти наш брак, но и Майкла я хочу спасти», сказала Лиза, как позже вспоминала Кэтрин одному другу. Он так и напрашивается на неприятности. Что я должна делать? Все это сводит меня с ума. «Я не знаю, что ты должна, но я знаю, что ты не должна». «Не пытайся указывать ему, что делать», советовала Кэтрин своей невестке. Она сказала то, что было уже известно многим. Майкл все делает по-своему. Она также посоветовала Лизе позвонить Джонни Кокрану, сказав, что этот адвокат мог бы решить данную проблему с Майклом. Лиза позвонила Кокрану. «Мой бог, это все так невинно, все эти игры с детьми», сказал Кокран ей. Он намекнул, что если она хочет сохранить брак, ей придется позволить Майклу быть самим собой. «Подумаешь, хотя бы один вечер перед камерами она могла бы не показывать своего настроения», жаловался Майкл матери на угрюмое появление Лизы на MTV Awards. «Так нет, все свои чувства она вылила прямо там, слишком уж она открыта. Но именно это нравилось тебе в ней», напомнила Кэтрин. «Да, но теперь это работает против меня», заметил Майкл. Несмотря на то, что брак, казалось, был под угрозой, Майкл по-прежнему настаивал на беременности Лизы. Хотя каждый раз, когда он заводил разговор о детях, Лиза вела себя так, как будто это было совсем не важно для них. «Я серьезно», — говорил Майкл, как он вспоминал позже. «Очень серьезно. Я хочу ребенка. Вряд ли ты меня сейчас слышишь». Впрочем, Лиза очень хорошо слышала. У нее было уже двое детей от Дени Киоха. И она знала, как сильно она любит их. Она и дня не в силах была прожить без своих детей. Лиза не могла не задумываться о будущем. Что будет с ребенком, если он родится после развода? «Когда я думала, что у нас будет ребенок», подтвердила она в 2003 году, «Все, что я могла представить, это кошмар. Борьба за попечение над ним». Кроме всего прочего, узнав Майкла лучше и наблюдая за его отношениями с людьми в повседневной жизни, она пришла к убеждению, что эмоционально он не готов воспитывать ребенка. «По-моему, он сам еще нуждается в родителях», рассказала она одной приятельнице. «Пожалуй, он не готов стать отцом сам. Пока. Впрочем, она не скажет ему всего этого. Не скажет тогда. Между тем, она просто надеялась, что он откажется от этой идеи, по крайней мере, хотя бы на какое-то время. Вдобавок ко всему, к тому времени их пылкоинтимная связь уже поостыла. Эта страсть продолжалась ровно столько, сколько могла продолжаться, при том, что их по-настоящему ничего не связывало. Она решила воспользоваться этим предлогом, оправдаться тем, что они стали все реже и реже быть вместе. «Для того, чтобы я забеременела, думаю, мы должны заниматься сексом», говорила Лиза Майкл. Так вот, а этого нет. Майкл не придерживался того убеждения, что у них с Лизой просто как у супругов должна быть активная сексуальная жизнь. Он хотел детей, это было его главной целью, и он дал ясно понять это. И весь вопрос свелся к детям. В конце концов, в один прекрасный день за завтраком, Майкл сказал Лизе, «Смотри, Дебби, мой друг, сказала, что она не против забеременеть и родить мне ребенка. Если ты не родишь, она сделает это». Так-то вот. Лиза не знала, как отнестись к этому заявлению Майкла. Что это, вызов, угроза или просто свершившийся факт? Одно было точно. Большинство жен были бы не в восторге, услышав они от своего мужа такого рода новость, «Если ты не родишь мне ребенка, это сделает моя медсестра». Ее поразило то, с какой серьезностью он сказал об этом. Кто потом будет воспитывать этого ребенка? Она и Майкл? Дебби? Или только Майкл один? Жизнь с Майклом Джексоном становилась для нее странноватой, как будто не хватало странностей до этого времени. Она хладнокровно встретила его прямой взгляд. «Серьезно?» заметила она. «Ну что ж, в таком случае превосходно». «Валяйте», сказала она, не обнаруживая своих чувств. «Скажи ей, давай, сделай это». Недели перетекли в месяцы. В зиме 1995 года Лиза и Майкл уже не разговаривали. И не потому, что Лиза не хотела общения, она попросту не могла его найти. Она не знала о местонахождении Майкла, кроме того, что в Неверленде его нет. И никто из его окружения не представит ей информации. После примерно недели безрезультатных поисков в ее дом доставили несколько десятков аллахрос с карточкой с любовью Майкл. При сложившихся обстоятельствах в этом жесте не было никакого смысла. Вне себя от гнева Лиза выбросила цветы. Она уже была в бешенстве. Буквально на днях в статье с иллюстрацией на обложке в ТВ-гайд программы телепередач и еженедельный американский журнал «Примечание переводчика». Были приведены слова Майкла о том, что она сказала ему. Когда-то у Элвиса была ринопластика. Он процитировал меня. Пресли сказала мне, что Элвис делал пластическую операцию на носу. «Это полная ерунда», вспоминает она теперь. «Я прочла и швырнула через всю кухню этот журнал». «Я сказала это». Стало гадко. Десять лет спустя вспоминала Лиза. «Я была готова убить его, клянусь Богом». В декабре 1995 года Майкл наконец-то вернулся в Неверлэнд. Пресцила Пресли решила нанести неожиданный визит, чтобы выяснить, что же происходит с ее зятем. Когда она приехала, она увидела, как в гостиной Майкл играл с дюжиной детей. Кругом все ползали, одни смеялись, другие кричали, вспоминала Моника Пастел. Это было похоже на большие ясли и в самой гуще взрослый человек. Казалось, что он был на вершине счастья. Хотя ничего предосудительного не происходило. Пресцила была поражена. Все это ее очень расстроило. Она тотчас же уехала. Лиза лишилась дара речи, когда мать рассказала ей об увиденном. Неделю спустя Майкл отправился в Нью-Йорк, чтобы приступить к репетициям концерта в Бикон Фетте. Майкл Джексон всего один концерт, трансляция которого планировалась 6 декабря на кабельном телевидении для 250-миллионной телеаудитории. И 6 же декабря Майкл во время репетиции упал, потеряв сознание, и был доставлен в госпиталь Нью-Йоркс Бесс-Израэль-Нос-Хоспитал. Врачи сказали, что у него сердечная аритмия, другими словами, нерегулярное биение сердца, гастроэнтерит и химический дисбаланс, поразивший печень и почки. Кроме всего прочего, у Майкла была вирусная инфекция. Еще день назад казалось, он был в прекрасной форме. Марсель Марсо должен был появиться в этой программе на канале HBO во время исполнения Майклом песни детства, Childhood, и он присутствовал на репетиции, когда Майкл упал. Он был полон энергии, в отличном состоянии, рассказывал актер мим. Он отвернулся на мгновение, когда шел прогон песни Black or White под всеми этими интенсивными и ослепляющими лучами прожекторов. Слышу, тишина, рассказывает Марсо, все вокруг замерло. Смотрю, а он на полу. К тому времени, когда прибыли медики, сердцебиение у Майкла было неровным, а кровяное давление низким. Пришлось приподнять рубашку, чтобы по цвету кожи на груди определить, насколько он бледен. Так много косметики было на его лице. Как только Майкл лег в больницу, его люди позвонили Лизе в Лос-Анджелес и, давая крайне нервные объяснения, попросили вылететь ее к мужу. Нет, черт возьми, был ее ответ. Да пошел он и не собираюсь. Почему я должна? Впрочем, ей не удастся так просто выйти из этой сложной ситуации. Падение Майкла уже наделало много шума. Джеко «Он хис бэккл» кричала первая полоса Нью-Йорк пост. Нью-Йорк пост одна из крупнейших американских газет. В больнице даже был установлен автоответчик с ежедневными, постоянно обновляющимися сообщениями о состоянии здоровья Майкла. СМИ были в сборе, ожидая у больницы прибытия его жены. К тому же люди Майкла донимали людей Лизы. А как же образ Майкла? И что подумают, если его жена не будет рядом с ним? Как-никак, даже Даяна Рос приезжала. В конце концов, что удивило, во всяком случае, друзей Лизы, она сдалась. Приехав в больницу на следующий день, одетая в черную куртку бушлат в темных очках, Лиза проскочила через боковой вход. Вполне возможно, что Майкл все же испытывал необходимость в присутствии Лизы. Впрочем, когда она появилась, должно быть, он пожалел, что она согласилась на этот пиар-шаг. Ее глаза пылали огнем. Зайдя в палату, первое, на что она наткнулась, были постеры в рамках. Ширли Темпл в бытность ребенком-звездой, Микки Маус и Топа Джейджио, чудная мышка, известная еще со времен давнего шоу Эда Салливана в 50-60-х годах. Когда Лиза опустила глаза на Майкла, казалось, он лежал на смертном адре. Пожалуй, он был весь в трубках. Они торчали отовсюду. Он напоминал, как скажет Лиза позже, несчастное создание из ИТ в самом конце фильма, когда дела для этого пришельца из космоса складывались не лучшим образом. И пока Лиза стояла так, инопланетянин посмотрел на нее безжизненным взглядом и, собрав все свои силы, проговорил, «Привет, Лиза, как ты?» Лизу это не тронуло. Ее не очень заботило о здоровье Майкла, во всяком случае не в тот момент. Она полагала, что все дело не в крайней усталости или обезвоживании. Еще давно он поверил ей о своих приступах паники. Со слов тех, кто хорошо знал Лизу, она думала, что причина его болезни совсем в другом и, учитывая его неустойчивое состояние, это-то и стало до некоторой степени ударом по его организму. Хотя, определенно, причина не в предстоящем концерте, размышляла она. Сколько у него уже было такого рода выступлений? Почему именно это вызвало такую реакцию? Теперь эта передача и в самом деле была отложена на неопределенный срок, стоя и Майклу, и HBO целое состояние. Этого никогда не случалось. Что бы ни происходило с Майклом, это было серьезно. И теперь, когда Майкл, хотел он этого или нет, вынужден был выслушать ее, она вступила с ним в борьбу. Итак, где он был? Почему он в таком тревожном состоянии? И самое главное, что ее ждет с ним впереди? Как правило, Майкл старался избежать конфронтации, так что больница подвела, разгневанная жена ворвалась в его убежище. Его сердце, должно быть, колотилось в груди. Ситуацию усугубляло еще и то, что пятью минутами ранее братья Кассио покинули палату. Видела ли Лиза их? Трудно сказать, ее лицо было невозмутимо, впрочем, теперь она их, скорее всего, и не узнала бы. Однако риск был. Лиза закрыла за собой дверь, и тут между ней и Майклом состоялся приватный разговор, и судя по доносившимся из комнаты криком, кричала она, не он, беседа была горячей. Я как лев, я рычу, расскажет она в 2003 году. Я не буду жертвой, я не строю обиды, я сержусь, я сразу же наношу ответный удар. Я никак не могла понять, что с ним не так, вспоминала Лиза. Я стала задавать вопросы, и как всегда все пошло по другому сценарию. Он сказал, что я доставляю ему много неприятностей и создаю кучу проблем. Он говорил мне, из-за тебя у меня сильно бьется сердце, и попросил меня уехать. Я сказала, хорошо, я уйду, все это безумие. Дверь распахнулась, и из палаты пулей вылетела Лиза. Не замечая никого в холле, она направилась к лифту. Миссис Джексон, воскликнул кто-то из врачей. Боже правый, нельзя так расстраивать своего мужа, он слишком слаб, если вы намерены его огорчать, вы не сможете навещать его. Лиза пронзила его взглядом. Мать Майкла, до этого ходившая взад и вперед по коридору, пристально посмотрела на невестку. У нее в голове не укладывалось, неужели Лиза проделала весь этот путь из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк лишь за тем, чтобы сцепиться с ее сыном. Джанет, которая также прибыла, чтобы быть рядом с братом, только что вышла в туалет. Когда Лиза стояла в ожидании лифта, Кэтрин подошла к ней и разразилась словами, полными неверия и изумления. «Да что с тобой, Лиза?» процедила она. «Ты так расстроена! Не могу поверить, что ты так поступишь с Майклом». В этот момент лифт открылся. Лиза вошла в него, повернула с лицом Кэтрин и бросила неодобрительный взгляд. К счастью, Кэтрин, двери лифта с шумом захлопнулись между ними. Лиза хотела увидеться с Майклом на следующий день. «Исключено!» сказали ей его помощники. Уже состоялась встреча с членами семьи Джексон и было решено. Лиза вносит непримиримое противоречие в жизнь Майкла и сейчас его следует оградить от нее любой ценой. Злая как черт, Лиза вернулась в Лос-Анджелес. Пожалуй, ключ к разгадке поведения Майкла, а именно то, что он дистанцировался от Лизы и последовавший за этим явный приступ паники можно найти, проанализировав цепь последовательных событий в период с конца 1995 года. Позже, несколько лет спустя, Дебби Роу поведает, что она забеременела в том декабре. Майкл честно предупредил Лизу. Дебби родит ему ребенка, если не захочет она. «Передай ей, давай сделай это!» Были слова Лизы. Если это и было сказано с сарказмом, возможно, Майкл не уловил его. «Знала ли Лиза о беременности? Не думаю, чтобы сама Дебби знала», подметила Моника Пастел. «По-моему, на тот период времени, когда он лежал в больнице, у нее было всего лишь недели две беременности». А что касается Лизы, узная она об этом, по-вашему, Майкл бы все еще дышал после того, как она покинула палату? Стало быть, одно из двух, либо Майкл быстро нашел замену, как только понял, что его брак в отчаянном положении, либо у него окончательно созрел генеральный план, который не подразумевал участие его жены. Одни говорили, что между Майклом и Дебби отношения, другие, что Дебби не в его вкусе и утверждали, что имело место искусственное оплодотворение незадолго до того, как Майкл попал в больницу. Поскольку никто из их окружения, кто достаточно информирован, не хочет обсуждать это, беременность Дебби Роу остается одним из самых щепетильных секретов Майкла. «Одно могу сказать, я не обсуждал с ним это», сказал один из помощников Майкла. «Меня не интересовал этот вопрос». Через неделю после того, как Майкл вышел из больницы для восстановления сил он отправился в Евро-Диснейленд. С ним должно быть было по крайней мере полдюжины детей, судя по фотографиям, сделанным в этой поездке. 18 января 1996 года на канале CNN я сообщил, что Лиза Мари Пресли подала на развод с Майком Джексоном. В своем заявлении в графе даты раздельного жительства супругов она указала 10 декабря 1995 года, сразу после ее встречи с Майклом в больнице. «Этот человек один из самых больших артистов», сказала она в Ньюсуик в 2003 году. «Он не дурак, когда ему нужно, он очень мил. Как только вы попадаете в его круг, вы оказываетесь совершенно в другом мире. Я могла бы вам рассказать все об этом сумасшествии, обо всех этих вещах, что были странными, необычными и не такими уж прикольными. Но мне все же потребовалось два с половиной года, чтобы спуститься с небес на землю». «В марте 1996 года у Дебби Роу случился выкидыш. Я была просто опустошена», рассказывала она. «Я думала, что никогда не смогу иметь детей, а я правда хотела родить ему ребенка. Майкл все это время был рядом, утешая меня». Удивительно, оглядываясь назад, что беременность Дебби и как результат выкидыш, так же, как и само присутствие Дебби в жизни Майкла, все же ускользнули от пристального внимания общественности. Трудно поверить, что кто-то со звездным статусом Майкла Джексона мог быть женатым на одной женщине, а планировать родить ребенка с другой, и никто ни о чем в СМИ не догадался. Возникает вопрос, как он ухитрился. «Аккуратно?» дал ответ некто из команды Майкла, разве только в полушутливом тоне. «Очень аккуратно» или «не совсем аккуратно». Можно предположить, если в самом деле у него был приступ тревоги из-за этого. Развод между Майклом и Лизой окончательно был оформлен 20 августа 1996 года. В рамках урегулирования Лиза получила 10% от авторских отчислений альбома Джексона «Хистери» с каждого проданного экземпляра примечания переводчика. В соответствии с условиями договоренности у нее была возможность при желании написать книгу откровения о своем браке. Она не подписывала так называемого соглашения о соблюдении конфиденциальности. Впрочем, на тот момент она всего лишь хотела заняться своей жизнью и карьерой. Она сказала, что относится к Майклу с большим уважением и отказалась говорить о нем нелестно. Она чувствовала, что он был абсолютно бескорыстен, просто она не знала в тот момент, как понимать его. Поэтому она не хотела потерять чувство собственного достоинства и сохранила в секрете их совместную частную жизнь. Тем не менее, 7 лет спустя весной 2003 года во время продвижения своего долгожданного дебютного альбома «To whom it may concern» Всем, кому это интересно, Лиза начала обсуждать свою неудачную жизнь с Майклом Джексоном. К окончанию брака с Лизой Майкл находился в состоянии глубокого внутреннего конфликта. Его сердце переполняло отчаяние. Никогда до этого у него не было близости с женщиной, а вернее сказать, возможно, вообще не с одним другим человеком на таком уровне, как с Лизой. Она была рядом, когда он так нуждался в этом, а именно во время самых черных дней обвинений и лекарственной зависимости. «Она, как сила природы, говорил он о ней. Всегда рядом со мной, и я не знаю, как буду без нее». К тому же, у него с ней были серьезные сексуальные отношения, и это было впервые для него. Ранее он был не в состоянии открыться, освободиться от комплексов и быть искренним, иметь физическую близость с кем бы то ни было. И все же, по какой-то причине он смог сблизиться с Лизой. Кто знает, почему. Можно сомневаться в отношениях Майкла к Лизе, но как быть с его явными человеческими качествами? Несмотря на все эти пластические операции и не поддающиеся никакой логике дружбу с мальчиками, да и на все остальное его эксцентричное поведение, что говорили о Майкле Джексоне как о странной личности, он все равно человек, у которого есть эмоции, чувства и бьющееся сердце. И что ни говори, Лиза Мари Пресли была той, кто по-настоящему тронул его. «Боюсь, что этого больше никогда не повторится», сказал Майкл тогда. «До смерти боюсь, что теперь это для меня в прошлом». И действительно, ему было тяжело. Недели две он глубоко переживал о произошедшем с Лизой. Лиза сказала, что его недовольство собой, избитый ребенок, живший в нем, крайне активизировалась и после развода окончательно укрепилась, рассказала Моника Пастел. Ему хотелось позвонить и поговорить со своим лучшим другом. С ней он не хотел отпускать ситуацию, однако ей нужно было уединиться. Ей впрямь требовалось побыть одной. Она чувствовала, что он крайне угнетает ее психику и после развода она заболела, ее здоровье начало ухудшаться. Она своей жизнью подпитывала его жизнь и теперь ей нужно было восстановиться. Он с трудом принял это. В конце концов, у Майкла Джексона не было другого выбора, кроме как продолжить свой жизненный путь в одиночку. «Я выстою», сказал себе Майкл. У него была музыка, над которой он продолжал работать. Он был заинтересован и дальше строить свою карьеру. Колоссальный мировой тур, который начался с шоу, которое, как всегда, потребовало от него полной концентрации. Кроме того, у него и Лизы были разные жизненные цели. Он хотел растить ребенка, у нее уже было двое. Она ясно дала понять, она не хочет больше детей. Майкл не привык ждать других, когда они догонят его и дозреют до его целевых установок. Когда Деби сказала, что она родит ему ребенка, он охватился за эту возможность. Отчаяние сменило твердую решимость, и он был готов идти вперед. Он делал так всегда и в 38 лет не собирался меняться. Беременность Деби В сентябре 1996 года Майкл приступил к новым концертам, намеченным по всему миру Тур Хистери, первый этап которого начался в Праге, Чешской Республике, и закончится в Гонололу на Гавайях на Алоха Стадиум в январе 1997 года. Второй этап начнется в Бремене, Германия в мае 1997 года и закончится в Турбане, Южная Африка в октябре 1997 года. В ходе этого тура Майкл даст 82 концерта в 58 городах для 4,5 миллионов поклонников. Это был напряженный график. В общей сложности Хистери тур охватит 5 континентов и 35 стран. Спустя месяц после начала тура всего лишь через несколько месяцев после окончательно оформленного развода имя Майкла снова попало в заголовки газет в связи с другой новостью взорвавшейся бомбой. Некая женщина носила его ребенка. Дебби Роу уже как 5 месяцев беременна, а это означало, что она и Майкл зачали ребенка в то время, когда он официально был все еще женат на Лизе. Дебби позже объяснила. Я сказала, ты заслуживаешь того, чтобы быть отцом, позволь, я сделаю это для тебя. Давай я рожу тебе ребенка. Он удивился, однако сказал, а правда, давай. Присутствие Дебби в жизни Майкла и ее беременность в конце концов стали достоянием общественности, когда один друг втянул ее в разговор и тайком сделал запись этой беседы. Она просто не умеет по-другому, разъясняла Таня Бойт, которая на тот период времени проживала по соседству с Дебби в многоквартирном комплексе в Аннуисе. У нее душа нараспашку, она никогда не думала, что в ее окружении есть люди, которые записывают разговоры для таблоидов. Однако, эта запись была выставлена на всеобщее обозрение на первой полосе новостей мира News of the World 3 ноября 1996 года. У меня ребенок от Джекко не истывал заголовок и тут же фотография Майкла фотография Дебби. О боже, нет, сказала Дебби другу, который был с ней, когда она увидела статью в газете. Пожалуйста, скажи мне, что в статье нет этого, я сама виновата. Посмотри на это, взгляни, они выставили нас фриками. Дебби схватила газету и с гневом швырнула ее через всю комнату. Упав в кресло, она закрыла лицо руками и разрыдалась. Подонки, твердила она, как они могут так поступать с Майклом, он не заслуживает этого, он так рассердится на меня. По правде говоря, статья оказалась довольно-таки достоверной, тем более, читая ее задним числом. В ней были приведены слова Дебби, что да, Майкл был отцом ребенка и что он будет в будущем воспитывать этого ребенка сам, без нее. Также она сказала в той записи, как утверждали новости мира, что у них с Майклом были сексуальные отношения, но когда она сразу же не забеременела, они решили попытать счастье и, как назвал это Майкл, сделать это надежным способом, с помощью искусственного оплодотворения. Что и произошло, по словам Дебби, в институте репродуктивной медицины в Лос-Анджелесе на Брайтон-Вэй в Беверли-Хиллз. Первая попытка закончилась неудачей, на сей раз она думает, что выносит беременность до конца. В конце также говорилось, что Дебби получит от Майкла примерно 500 тысяч долларов после рождения ребенка. Эта новость вызвала почти столько же шума, а возможно даже больше, как и внезапная женитьба Майкла на Лизе. В миг это будущая мать. Кем она приходится Майклу? Как случилось, что никто вообще не слышал о ней до этого? Странно все это, что-то вроде пиар-хода. Отец Дебби, Гордон Роуф, отставной пилот грузовой авиации, проживавший на Кипре, сделал на запись заявление, ребенок был зачат с помощью искусственного оплодотворения в Лос-Анджелесском институте репродуктивной медицины. Она сообщила мне эту новость по телефону, сказал он, и я лишь от случая к случаю разговаривал с ней. Я догадывался, происходит что-то неладное. Она сразу же сказала, у меня будет ребенок от Майкла. После того, как я оправился от шока, Дебби сказала, да брось, это не так страшно. Мы зачали ребенка при помощи искусственного оплодотворения. Я сказал, Дебби, почему искусственное оплодотворение? Разве он не в состоянии зачать ребенка как другие? Она смеялась, Майкл ничего не делает как другие. Я сказал ей, это не тот человек, которого обвиняли в растлении детей. Она ответила, он ни в чем не виноват, абсолютно. И вот тогда она сказала мне, папа, ты понятия не имеешь, кто на самом деле Майкл Джексон. Он самый отзывчивый человек, какого я когда-либо встречала в своей жизни. Если бы у тебя была возможность провести с ним всего один день, ты полюбил бы его так, как люблю его я. Гордон редко виделся с Дебби с тех самых пор, как 20 лет назад развелся с ее матерью Барбарой. Он не принимал непосредственного участия в ее воспитании с начала 70-х. Она всегда была строптивой, говорил он о Дебби. Возможно, если бы я занимался больше ею, как отец, все было бы по-другому. После того, как его комментарии стали известны во всем мире, он отрекся от своих слов, от всех, без исключения. Казалось, что Гордон поторопился и слишком рано заговорил, и что Майкл был не в восторге от его утверждений. Поп-звезда выступил со своим заявлением. Эти записи сплошные домыслы, а именно то, что мисс Роу забеременела в результате искусственного оплодотворения, и что имеются некие денежные договоренности, абсолютно неверные и безответственные. Однако, Стив Шмерер, специалист по компьютерам из Калифорнии, с которым встречалась Дебби на протяжении шести месяцев до того, как она впервые забеременела от Майкла, утверждал, Дебби сказала мне, что она согласилась попробовать забеременеть при помощи искусственного оплодотворения в качестве дружеской услуги. Никаких имен не было названо. Оглядываясь назад, не нужно быть гением, чтобы понять, о ком шла речь. Просто материнство это не для нее. Она всегда говорила, что ее не интересовали дети. Единственная причина, по которой она согласилась сделать это для Майкла, понимание того, что она не станет женой в общепринятом смысле. Майкл мог настаивать, что ребенок был зачат не в результате искусственного оплодотворения и при этом общественности пресса могли верить или нет. Однако, он зашел слишком далеко, кроме всего прочего, заявляя, что у них с Дебби не было никакой материальной договоренности. Такого рода утверждение только еще больше заставило усомниться в правдивости его слов о зачатии ребенка. Но кто поверит, что он не давал никаких денег Дебби? Даже суррогатная мать, совершенно незнакомый человек, получает оплату за свои услуги. Что уж говорить о людях, близких, друзьях на протяжении 15 лет. Где логика? Дебби Роу родит ребенка одному из самых богатых шоуменов, и он взамен не даст ей ни гроша за ее усилия? В самом деле, из достоверных источников Дебби получала миллионы долларов от Майкла в течение многих лет. Не как оплату за свои услуги, а в качестве подарков. Когда в 2002 году бывший управляющий делами Майкла Мюнг Холли подал судебный иск на сумму 14 миллионов, среди прочих документов, предъявленных в суд, был месячный бюджет артиста, который включал и выплату Дебби Роу в полтора миллиона. Получала ли она от него деньги каждый месяц, или ежегодно, или в качестве оплаты за ребенка, ей никогда больше не придется волноваться о деньгах. Майкл не только осуществлял ежегодные выплаты, но и в итоге осенью 1997 года купил ей дом в престижном анклаве Франклин-каньон в Беверли-Хиллз стоимостью в 1,3 миллиона долларов. Он и Дебби никогда не будут жить вместе. В то время, когда эта история вскрылась, Дебби должна была увидеться с ним в Австралии, рассказала Таня Бойт. Она думала, что поездка не состоится, что Майкл настолько расстроится в связи со случившимся и не захочет ее видеть. Она много плакала в тот день. Дебби отчаянно пыталась выяснить местонахождение Майкла в Сиднее, чтобы рассказать, как ее обманул друг. Впрочем, еще до того, как она смогла связаться с ним, он позвонил сам. Вопреки ее опасениям, как вспоминала Дебби, Майкл был любящим и понимающим человеком, каким только мог быть. Теперь она говорит, что именно во время этого телефонного звонка она поняла, что Майкл близкий ей человек. Послушай, мне понятно, как вся эта кошмарная история произошла, сказал Майкл Дебби. СМИ обманывали меня и раньше. Расслабься, все будет хорошо, я обещаю. Дебби была так признательна ему, сказала Таня Бойт. Даже несмотря на то, что она создала ему огромную проблему, он не винил ее. В значительной степени, благодаря этому, он был в ее глазах святым. Она настолько успокоилась, она решила довериться ему. А когда у вас есть доверие Дебби, то это на всю жизнь. Разве только вы здорово облажаетесь. «Соберись, Дебби», сказал ей Майкл. «Все внимание сосредоточено на задаче. У тебя и у меня ребенок, разумеется, рано или поздно пресса узнала бы об этом. Я ожидал этого. Долгие годы они делали мою жизнь невыносимой». Хотя Майкл и старался не показывать своего беспокойства будущей матери, на самом деле у него были опасения по поводу того, что общественность узнала о беременности. Прежде всего, неужели его поклонники, сопоставив все факты, догадаются, что он планировал ребенка с Дебби до того, как развелся с Лизой. Как это будет выглядеть? Как ни странно, окажется, что большинство людей не поймут или, по крайней мере, не захотят понять этого. Но он сомневался не только, как отреагируют его фаны, он беспокоился, какая будет реакция у его матери, Кэтрин. В самом деле, Кэтрин, ревностный свидетель Иеговы, расстроилась, узнав из выпуска новостей, что ее сын станет отцом ребенка от женщины, на которой не был женат. «Это напоминает мне то, как поступил отец Майкла в 70-х», сказала Кэтрин в личной беседе от Джо Вони. «Это разбило мне сердце. Я не хочу повторения всей этой истории с Майклом. Просто не хочу». После того, как появилась новость о беременности Дебби, Кэтрин попыталась связаться с Майклом за границей. Это было непросто из-за его напряженного графика. Зато в этот же день Кэтрин сумела найти Дебби на квартире у соседей, где та скрывалась от преследований СМИ. Кэтрин уже виделась Дебби до этого несколько раз. Соседка вспоминала. «Я сняла трубку телефона в надежде, что это из Австралии звонит Майкл». И женщина на другом конце провода сказала «Позовите, пожалуйста, к телефону мисс Дебби». Я подумала, что это репортер, поэтому ответила «Ее здесь нет». А женщина объяснила «Это мама Майкла Джексона. Не поможете мне ее найти?» «Я понятия не имею, откуда у нее мой номер». Я передала трубку Дебби. Кэтрин была, как выразила соседка, любезной, насколько это вообще возможно. Приблизительно 30 минут она говорила с Дебби о святости брака и о вере свидетелей и Иеговы. На Дебби это произвело сильное впечатление. По сути, к концу беседы она не только согласилась, что лучше выход выйти замуж за Майкла, но и практически стала другим человеком, кто пересмотрел свои взгляды и суждения. Узнав о разговоре Кэтрин с Дебби, Майкл должно быть понял, что его жизнь, скорее всего, изменится. И действительно, со слов одного приятеля, Майкл все-таки поговорил с Кэтрин по телефону, и она попросила его жениться на этой милой девушке Дебби и дать свое имя ребенку, а не как случилось с его единокровной сестрой Джо Вони. Майкл ни при каких условиях не хотел повторять грехи своего отца, так что Кэтрин, возможно, знала, как уговорить Майкла, а именно, как выразился приятель, она нажала на те кнопки, что надо. Майкл решил, что ему следует жениться на Дебби. Конечно, это как раз то, что нужно сделать, сказал он. Если проанализировать цепь всех этих событий, описанных близкими друзьями, интересно, что телефонный звонок Кэтрин, Майклу и Дебби повлиял так на их будущее. До вмешательства главы клана Джексонов план состоял в том, что Дебби должна была стать суррогатной матерью, просто близкий друг делает любезность Майклу, родив ребенка и отдав ему на воспитание. После рождения малыша Майкл намеревался сделать заявление и потом сохранять в секрете личность матери таким же образом, как это происходит с большинством суррогатных матерей. Их личности неизвестны. Тому хороший пример Майкл же скрыл личность женщины, которая произвела на свет его третьего, довольно светленького ребенка, принца Майкла Второго. Мы не знаем, кто она, кроме того, что это не Дебби. Дебби отрицает материнство. Он не раскрыл имя матери и не женился на ней. Разумеется, было непросто держать имя Дебби в секрете, однако поскольку ему удалось скрыть личность другой женщины, то очевидно это возможно. За все эти годы Майкл доказал, если он хочет, он может держать в тайне свою личную жизнь. Однако то, что Дебби рассказала по секрету о своей беременности другу, который предал ее и последовавшая за этим шумиха, а затем участие Кэтрин поменяли планы Майкла, а также изменили его жизнь. И как результат, он станет не только отцом, но и мужем. Опять. В своем разговоре по телефону Майкл настоял, чтобы Дебби не отменяла свою поездку в Австралию. Более того, чтобы она летела ближайшим самолетом. Она договорилась встретиться с ним в Шаратоне в парк-отель, где на случай непредвиденных обстоятельств Джексон занимал 40 комнат. Однако Дебби тогда не знала, что там станет его женой. Она была удивлена, когда по прибытию он рассказал ей о своих планах, поведала Таня Бойт. Она позвонила мне 12 ноября 1996 года и сказала, «Представляешь, я завтра выхожу замуж за Майкла. Я поинтересовалась, любит ли она его?» Она задумалась на мгновение и ответила, «Да, люблю, в некотором роде. Я не унималась, это романтические отношения?» Она помолчала и сказала, «Вид любви, что связывает нас с Майклом, больше, важнее, чем любовная связь. Это любовь, которую способны понять немногие. Просто любовный роман имеет конец. Эти отношения не закончатся никогда». Новая семья Майкла 13 ноября 1996 года Сидней, Шаратон, парк-отель. Майкл сидел за роялем в своем номере с двумя спальнями и широкими раскидистыми движениями исполнял марш Вагнера, известный как «Вот идет невеста». Тональный крем и бесцветная пудра делали лицо Майкла почти абсолютно белым. На веках жирная подводка, подчеркивавшая миндальную форму глаз, которые отсвечивали словно черные угли. Носы скулы выделены бронзовым тоном, брови выщипаны и подкрашены. Черная шляпа, локон с одной и с другой стороны обрамляли лицо и бакенбарды, казавшиеся накладными. Все это вызывало только лишь крайнее удивление в такой вот манере Диснейленда. Из одной из комнат вся в черном вышла Дебби Роу. Она была на шестом месяце беременности. В руках у нее был маленький букет цветов. Прошло всего 10 дней после того, как стало известно, что Майкл станет отцом. А теперь вот благодаря своей матери и мужем еще раз. 15 друзей стали свидетелями скромной церемонии. 38-летний Майкл и 37-летняя Дебби оба в черном сочетались узами брака. Шафером Майкла был новый друг по имени Энтони, которому было 8 лет. Майкл представил его в качестве племянника. Однако у него, кажется, не было племянника с таким именем, разве что объявился родственник неизвестный остальным членам семьи. Позже Майкл объяснил, этот мальчик был подавлен смертью одного из своих родителей. Я взял его с собой, чтобы поднять ему настроение, рассказал он. Тут же, в номере, который от стены до стены был украшен розами, экзотическими орхидеями и лилиями цвета земляники, Майкл подарил Дебби кольцо из платины с бриллиантами стоимостью в 100 тысяч долларов. После того, как их объявили мужем и женой, они обменялись теплыми взглядами, сказали друг другу несколько слов и нерешительно поцеловались. Казалось, Дебби была напряжена, она держалась натянута. После поцелуя Майкл удержал Дебби, пристально глядя ей в лицо. Затем он наклонился и поцеловал Дебби в шею. «Ты так прекрасна», сказал он, не отрывая своих глаз от нее. «Еще прекрасней, чем я мог представить мать своих детей. Я так тебе благодарен, Дебби. Спасибо тебе большое за то, что ты есть». Это был трогательный момент. Следующим вечером Майкл и Энтони посетили австралийскую премьеру короткометражного фильма Майкла «Призраки». Они шли вместе перед щелкающими и стрекочущими камерами. Майкл выглядел довольным, на нем был один из его военных нарядов, черная шелковая маска закрывала лицо. Энтони, который был одет в простую рубашку с коротким рукавом, представлял собой брюнета приятной внешности и, по мнению большинства очевидцев, был точной копией Джорди Чандлера. Между тем, Дебби в своем номере звонила друзьям в Штаты. Марша Девлин, еще одна соседка Паван Нуису, на тот период времени вспоминала, что Дебби попросила ее заплатить за телефон. Она в такой спешке покинула Штаты, что забыла оплатить счет, рассказала Марша. Телефон уже отключили, она должна была вернуть долг. Если у нее и были деньги от Майкла к тому времени, будьте уверены, вы бы об этом никогда не узнали. По ее словам, у нее на счету в банке было где-то 3000 долларов. Когда Марша поинтересовалась, Дебби сказала, что Майкл не оставался в ее номере в Широтоне в парк-отель ни брачной ночью, ни до того, как они поженились. Вместо этого, сказала Дебби, он был с помощником в другой комнате, так что я могла немного отдохнуть. Я валилась с ног от усталости. Не прошло и недели, как Дебби вернулась в Лос-Анджелес, так и не проведя ни одной ночи с Майклом в Сиднее. За день до своей свадьбы с Дебби Роу Майкл позвонил Лизе Мари Пресли в Лос-Анджелес и поделился своими планами. Он все еще думал о ней. Он сказал, что не хочет, чтобы она узнала о его свадьбе из газет. По его словам, он чувствовал себя ужасно из-за того, как закончились их отношения. «Мы наговорили друг другу много плохого, и теперь я иду дальше», сказал он, как Лиза вспоминала позже. «Но я по правде чувствую, что мне не хватает твоего благословения». И действительно, те, кто были рядом с Майклом, говорили, что он очень нервничал по поводу своей женитьбы на Дебе. Он был обеспокоен и, бывало, по малейшему поводу начинал плакать на взрыд. Слезы текли ручьем. Не мудрено, что он был весь измучен. В течение многих лет, что он себя помнил, его жизнь была наполнена беспорядком и тревогами. И стресс усугублялся, особенно во время очередного напряженного тура. Он устал до мозга костей. С каждым годом ему становилось все труднее и труднее выступать на сцене и исполнять свои коронные танцевальные шаги. «Я становлюсь слишком старым для таких вещей», говорил он. Лиза не знала, как реагировать на телефонный звонок Майкла. Она все еще любила его по ее словам, но у нее не было сомнений, они никогда снова не будут вместе. Стало быть, он должен уйти и строить свою жизнь, как он хочет, с Дебби или с кем-то еще. Лиза дала ему свое благословение. Так или иначе, пришло время оставить в прошлом его безумный мир и больше не пытаться понять то, что было выше ее понимания. После их развода с Майклом у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Как она выразилась, эти два года самые худшие в моей жизни. В частном порядке она сказала, она надеется, что Майкл доволен своей новой жизнью, но она слишком хорошо знает его. Его боль копилась в течение многих лет, лет полных недоверия и испытаний. Как женить бы на ком-то, кого он, возможно, не любит, могла положить конец его страданиям, даже если есть ребенок? Пожалуй, Лиза отнеслась с пониманием, но большинство публики и СМИ отреагировали на второй брак Майкла с цинизмом. Создавалось впечатление, что он женился на человека, которого не любил, кто вынашивал ребенка от него, а может быть и не от него, или, вполне возможно, было искусственное оплодотворение. «Пожалуйста, уважайте нашу личную жизнь», сказал Майкл в заявлении. «Дайте нам возможность насладиться этим прекрасным волнующим событием». Что касается Дебби, многие также не знали, что и сказать. На первой полосе Daily Mirror была опубликована фотография, где Дебби в Сиднее на балконе в отеле держится за голову руками, видимо, так выражая свое недовольство целой армии папарацци, собравшихся внизу. И опять-таки заголовки большими жирными буквами говорили об ином. «О боже, я только что вышла замуж за Майкла Джексона». В феврале 1997 года в медицинском центре Кедерс-Синай у Майкла родился сын принц Майкл Джексон, известный как принц Майкл Первый. Так звали и деда, и прадеда Майкла, принцем. Он и Дебби вместе перерезали пуповину. Ребенка взвесили. У него были незначительные проблемы, в связи с чем он провел пять часов в интенсивной терапии. А затем Майкл забрал малыша из больницы в Неверленд. Выписавшись, Дебби восстанавливала свои силы после родов у одного из своих друзей. «Я так счастлив, это невероятно», сказал Майкл в заявлении. «Я приложу максимум усилий, я буду самым лучшим отцом, насколько это возможно. Я благодарен моим поклонникам за их восторженные чувства, но я надеюсь, что все будут уважать право на личное пространство, которое мы с Дебби хотим обеспечить нашему сыну». «Я вырос под всеобщим пристальным вниманием и я не допущу, чтобы это произошло с моим ребенком. Пожалуйста, не вторгайтесь в личную жизнь моего сына». В марте Майкл и Дебби вместе с ребенком предстали перед фотографами. Съемки состоялись в отеле Four Seasons. Хотя, то, как вели себя Дебби и Майкл излучало тепло и казалось, они были ретивыми родителями, в действительности же Дебби впервые увидела ребенка за 6 месяцев после родов. Ее тайно провели в номер отеля, дали малыша, попросили улыбаться перед камерами с Майклом, а затем, когда дело было сделано, Майкл горячо поблагодарил ее и она ушла. Пожалуй, Дебби действительно с очень большой любовью относилась к ребенку. У малыша была белая кожа, черные волосы и темно-карие глаза, пока качала его на руках. Конечно же, вне сомнения, она не хотела слишком привязываться к принцу. Это всего лишь усложнило бы ее жизнь. При других обстоятельствах суррогатную мать никогда бы не позвали позировать перед фотографами с ребенком, которого она отдала на воспитание в другие руки. Впрочем, Дебби Роу всегда выполняла все, что бы ее не попросили. Она вписывалась в этот необычный мир, мир Майкла. Женщина, работавшая поваром в Неверленде, поделилась воспоминаниями о том, как ухаживали за принцем в первые 6 месяцев. Дебби не показывалась, мы ни разу не видели ее. О ребенке заботилась команда из 6 нянек и 6 медицинских сестер. Все они работали по 8 часов, сменяя друг друга так, что с малышом всегда могли находиться две няни и две медсестры. Служба охраны Джексона вела за ними постоянное видеонаблюдение. У всех нянь была специальная подготовка. Днем с ребенком занимались упражнениями, чтобы он окрепно брался сил. Те, кто работал по вечерам и ночам, едва принцу исполнилось три недели, стали ему читать на распев. Майкл, казалось, он звал свою маму. Это вызывало тревогу, как будто у малыша вообще не было матери, не было ни одной фотографии Дебби. У кровати мистера Джексона был лишь один снимок, детская фотография Лизы-Марии в том возрасте, когда они познакомились. Повариха сказала, что иногда принц спал в комнате у Майкла в детской кроватке, наполненной мягкими игрушками. Эта комната походила больше на комнату ребенка, чем на комнату взрослого, вспоминала женщина. У входа были две статуи в натуральную величину, бойскаут и девочка в шляпе британского полицейского, как будто магазин игрушек. Внутри на стенах Питер Пен и целая гора игр для игровой приставки Нинтендо, которые нам сказали не трогать. Одна няня, работавшая в Неверленде, рассказала, было небольшое чувство осадного положения, однако ребенок действительно получал исключительную заботу. «Каждый час мы должны были проверять в комнате качество воздуха. Перед кормлением вся посуда обязательно кипятилась и использовалась только для отдельной еды. После каждого применения все выбрасывалось. Каждый день принцам меняли игрушки на новые, видимо, в целях соблюдения гигиены». Майкл распоряжался после того, как принца укладывали спать, выбрасывать старые. «Деби Роу, по правде говоря, не приходила», рассказывала эта няня. «Я видела ее, пожалуй, раза три». Она казалась очень угрюмой. Для Деби, будучи женой Майкла, был один плюс – это возможность общаться с богатыми и знаменитыми. Тем не менее, в ряде случаев это общение не было настолько близким, как она, возможно, надеялась. Так, в частности, ей очень хотелось встретиться с Элизабет Тейлор. Однако, в это время Элизабет была явно недовольна тем, что Майкл так и не представил ей Деби. Она не могла взять в толк, как он мог сбежать и жениться на ком-то, кого она не знала. Майкл посоветовал Деби проявить инициативу и попытаться самой, если она не передумала, встретиться с Лиз. Ведь для него сейчас неподходящий момент выступать в роли посредника. Деби пыталась связаться с Элизабет, сделав ей несколько звонков. Потом она дала секретарю Тейлор адрес своей электронной почты, пусть он будет в ее ежедневнике. И вот, в один прекрасный день Деби получила письмо. Всего несколько слов от Кина Дивы. «Благодарю за ваше внимание к моему творчеству. Примите, пожалуйста, прилагаемое фото с автографом, с самыми искренними чувствами и подпись Элизабет Тейлор». Деби засмеялась, когда получила это письмо, сказала Таня Бойт. «Подумай только, нет ничего забавнее. Она даже вставила фотографию в рамку. Такая далекая, сказала об Элизабет Тейлор, но такая близкая». «Потерянная любовь». В ноябре 1997 года Деби Роу заявила, что беременна. У нее будет девочка, второй ее подарок Майклу. Этого ребенка, по их словам, они зачали в Париже. Майкл был в восторге. Тогда же в Лос-Анджелесе он купил дом для Теби, в который она переехала с двумя своими собаками и казалось, была довольна жизнью. Майкл с большим волнением готовился к рождению еще одного малыша. Он радовался, видя, как увеличивается его семья. Несмотря на то, что он и Деби по-прежнему не жили вместе и никогда не будут, у них были прекрасные отношения. Она была его другом, которая родила ему детей. В его жизни была другая женщина, Лиза Мари Пресли. Именно она все еще владела его сердцем. И Деби знала это. «Она сказала мне, что у Майкла в спальне на тумбочке у кровати была фотография Лизы», рассказывала Таня Бойт. У Деби никогда не было заблуждений по поводу того, что Майкл любил ее. Я думаю, что она также никогда его не любила. «То, что у него с Лизой, вот это настоящая любовь», сказала мне Деби. «Я всегда знала это. Я никогда не возражала. Я лишь приветствовала их отношения. У нее никогда не было желания быть разлучницей. Если бы Лиза родила ему детей, я бы никогда не пошла на это. Для этого не было бы никаких оснований». В субботу 7 февраля 1998 года Майкл договорился о встрече с Лизой в ресторане «Айви» в Лос-Анджелесе. Он позвонил и пригласил ее на обед, чтобы отметить день рождения. Примерно за неделю до этого Лизе исполнилось 30 лет. Они прошли в ресторан, держась за руки. На Майкле была черная шляпа и такая же черная маска на лице. Лиза была одета в темно-синее платье с золотым колье. Поскольку заранее места не были заказаны, менеджер ресторана провел их в свой кабинет и пока они ждали столик в укромном романтическом уголке, обслужил напитками. Как только они сели, Лиза угощалась блюдом из вареных овощей. Майкл – крабовыми котлетами и жареным цыпленком. Он отправлял еду прямо под маску вместо того, чтобы снять ее. Невольно задаешься вопросом, а как это – сидеть за столом с человеком, который ест прямо в маске? Стоит только отбросить нелепость этой ситуации, объясняла Лиза конфиденциально. И ты в своей голове решаешь. Окей, видишь, этот парень не собирается снимать маску. На десерт был кусок торта, его украшала единственная свеча, которую Лиза со счастливым видом задула. Как у тебя дела с Дебби? Хотела узнать Лиза, позже она делилась воспоминаниями с одной из подруг. Без особого энтузиазма Майкл сказал, что с его женой все окей. Взял еще один стакан вина и отпил четверть. Он поделился, что какой бы симпатию не испытывал он к Дебби, будучи с ней, я ищу того, что у меня нет, вместо того, чтобы довольствоваться тем, что есть. Я хочу просто любить, вот так же, как мы любили. Я так испугался, сказал Майкл Лизе. Сейчас я понимаю, что я отгородился от тебя. Что же мне теперь делать? Как говорит Лиза, она не ответила на этот вопрос. У нее больше не было ответов на его вопросы, как это было когда-то. У нее не было решений на его жизненные проблемы. Что она могла предложить? Пожалуй, только то, что могут предложить друг другу люди, у которых все в прошлом и которые все еще заботятся друг о друге. Я хочу, чтобы ты знал, сказала она ему. Если тебе когда-нибудь понадобится друг, я всегда готова. У тебя доброе сердце, Майкл, прибавила она. Но скажи мне, парень, вот что. Черт возьми, обязательно надо быть таким непонятным. И они оба разразились смехом, видимо, понимая, что на этот вопрос не так-то просто ответить. После обеда они прогуливались по Робертсон-бульвар в Беверли-Хиллз между витрин магазинов под зорким оком папарацци. В какой-то момент Майкл поцеловал Лизу в голову, двумя пальцами приподнял ее лицо за подбородок так, чтобы он мог встретиться с ней глазами. Он обнял ее, укутав своими руками. Они поцеловались через маску, словно он был супергероем из комиксов. И это было вполне разумным в нашем мире. Затем она прижалась к нему. Папарацци зафиксировали сей трогательный момент пятью днями позже эти фотографии появились в таблоидах. Позже они отправились с Санта-Монику и долго гуляли по пляжу, проговорив до глубокой ночи. «Я люблю ее», сказал Майкл на следующий день одному своему товарищу. «Больше всего, сильнее всех. Я по-прежнему люблю ее. Между нами такая сильная связь, его глаза наполнились слезами. Это был мой единственный шанс, приятель. Я наделал кучу глупостей. Знаешь, пожалуй, у меня никогда не будет другой возможности». «Мы могли бы быть вместе в другом», скажет Лиза. «Боюсь, только не в его мире». Спустя два месяца Майкл вновь стал отцом. Пэрис Кэтрин Джексон родилась 3 апреля 1998 года. Малышку назвали в честь города, в котором, по словам ее родителей, она была зачата, а также в честь бабушки и отца. Знакомые Майкла связались в Риме с Папой Римским относительно возможности крещения ребенка. Однако официальный Ватикан направил письмо Майклу через его представительство в Лос-Анджелесе с объяснениями, что понтифик не хотел бы быть вовлеченным в то, что может быть воспринято как рекламный трюк. У Ватикана уже была подобная история с Мадонной несколькими годами ранее, когда она хотела, чтобы папа совершил обряд крещения ее первого ребенка дочери Лурдос. Попытка также была отклонена. Почувствовав, что договоренности с Майклом исчерпали себя, Дебби попросила развод, и Майкл развелся с ней 8 октября 1999 года без всяких вопросов. В качестве урегулирования он выплатил ей примерно 10 миллионов, начав в октябре с полутора миллионов. В 2000 и 2001 годах Майкл продолжал жить своей жизнью и заниматься карьерой, о чем дальше говорится в этой книге. Позже, в 2002 году, у него родится еще один ребенок, мальчик по имени Принц Майкл Второй. Как сказал Майкл доверенным лицам, он надеется, что в будущем у него еще будут дети, и у всех родившихся мальчиков будет имя Принц Майкл, Третий, Четвертый и так далее. Принца Майкла Второго также называют Бланкет. Майкл объяснил, откуда такое прозвище. В семье и среди своих служащих я употребляю одно выражение, я говорю, укрой меня или укрой ее, подразумевая под укрыть одеялом благословение. Этот способ показать свою любовь и заботу. Именно этого ребенка в ноябре 2002 года, которому на тот период времени было 9 месяцев, Майкл свесил с балкона в Берлине, вызвав тем самым массу статей на первых полосах, рассуждающих об его эмоциональной устойчивости и пригодности как отца. Майкл был обескуражен своим поступком и сильно расстроен тем, как это освещалось в СМИ. Он также переживал, а что подумают его друзья и семья. Он публично принес извинения, сказав, что увлекся моментом. Позже Майкл получил письмо 2002 года, которая придала ему уверенности. Не поддавайся им определенному кругу общественности. Майкл, тебя любят многие, главным образом этот малыш. Я люблю тебя не меньше и понимаю тебя все так же, как всегда. Не Впрочем, ты ведь знаешь, пошли эти другие подальше. Со всей любовью Элизабет. Майкл не раскрыл личность матери его третьего ребенка. Он будет давать такие объяснения. Двое его старших детей были зачаты естественным путем, то есть, по его словам, в результате секса между ним и Дебби, а этот новорожденный ребенок появился на свет в результате искусственного оплодотворения. «Я воспользовался услугами не знаю ее. Мне без разницы, какой она расы, лишь бы она была здорова и у нее было хорошее зрение. Интеллект. Я хотел знать, насколько она умна. Сначала он говорил, что женщина черная, затем переначал и сказал, что не знает, кто она. Принц Майкл второй весьма светлый. Дебби подтвердила, что это не ее ребенок. Если Майкл и знает, кто мать, он решил не раскрывать имени. Перелом в душе у Лизы. Майкл Джексон сильная личность, оказывающая большое воздействие на людей и даже на очень богатых и весьма знаменитых. У них одно желание больше ничего быть в его жизни. Должно быть и Лиза Марии Пресли не устояла, подпав под это влияние. Несмотря на все, что уже произошло с Майклом за 20 месяцев их брака, она невольно следила за всеми событиями в его жизни. Может быть поэтому она вдруг стала общаться с сестрой Майкла Джанет. Несколькими месяцами ранее их заметили вместе в одном из клубов в Манхэттене под названием Жизнь Лайф. По-видимому, эти двое наслаждались обществом друг друга. И это заставляло людей недоумевать, что случилось, почему они вместе. Друзьям Лиза объяснила, она делилась с Джанет, как вернуть форму к предстоящему туру «бархатный шнурок». Похоже, Джанет набрала лишних фунтов сорок и собиралась их сбросить, а может даже и больше. Впрочем, вряд ли эти двое намеревались посещать сообща тренажерный зал. Скорее всего, они просто весело проводили время, ведь на той же неделе их видели, как они обедали, ходили по магазинам, в кино и даже были в одном из театров за пределами Бродвее, обе переодетые с целью маскировки. В сентябре 1997 года Лиза посетила вечеринку, посвященную презентации CD-диска Джанет Вильвет Роуп. Вскоре они вместе появились на вручении премии MTV Awards. Узнав о Джанет, что она общалась с Лизой, Майкл стал живо интересоваться. «А обо мне был разговор, хотел узнать он. Теперь она наверняка меня ненавидит». «Ненавидит?» Джанет сказала брату, что Лиза, пожалуй, не в обиде на него за то, что произошло между ними и, кстати, не прочь увидеться с ним. Что Джанет не сказала ему, так это, что Лиза с подозрением отнеслась к его браку на нянюшке. Она достаточно хорошо знала Майкла, чтобы понять, у него всегда была цель иметь детей, а как он этого добьется, пожалуй, ему было все равно. Майкл хотел, чтобы Лиза родила ему ребенка, но она не перешла эту черту, поскольку не хотела рожать, будучи неуверенной в счастливом браке. Лиза подозревала, что Майкл и Дебби заключили соглашение родить ребенка. Их брак всего лишь способ все узаконить. Джанет подтвердила все эти подозрения, рассказав ей, что Майкл сделал это, женился на Дебби, действительно, ради Кэтрин. Лиза не винила Майкла в его выборе, во всем, что касалось Дебби. «Нельзя винить кого-то, что он именно такой, а не другой, ведь правда?» спросила Лиза свою подругу Монику Пастел. «Многие пользуются услугами суррогатных матерей, и если взглянуть с этой точки зрения, я думаю, так оно и есть». Но тут же добавила, «Я стараюсь как можно меньше об этом думать, потому что для меня это головная боль». Потом Майкл позвонил Лизе и спросил, могут ли они быть друзьями. «Я всегда любил тебя», сказал он ей, согласно более поздним воспоминаниям, «И я сожалею, что все закончилось между нами. Мне правда жаль». Лиза сказала ему, что основное, чему она научилась в саентологии, это не держать в себе обиды и раздражения, и что она уже оставила в прошлом все негативные чувства, связанные с ним. Он был счастлив слышать это. Затем Майкл пригласил Лизу с детьми приехать к нему в Южную Африку, где завершался хистори-тур. Он сказал, что его родители также будут там, так что Лизе не нужно переживать по поводу уместности такого визита. У него есть объяснение, помощь в уходе за принцем Майклом. Возможно, так оно и было, но при этом у Майкла под рукой была целая команда нянек и медсестер. Лиза не устояла и сказала да. Какими бы ни были намерения Лизы в отношении Майкла до этого, она по-прежнему чувствовала глубокую связь с ним. И видеть, как он строит семью с другой женщиной, для нее было непросто. Прошло некоторое время с тех пор, как она с головой погружалась в его мир, как она скажет, однажды это был единственный способ быть в курсе его дел. Не узнаешь, что такое американские горки, пока сам не вскочишь в них. Лизе ничего не оставалось, как только самой понять, насколько он приспособился к жизни после их расставания. Многое изменилось у Майкла. Он избежал обвинений в покушении за растление малолетних, выпустил новый альбом, с успехом провел тур, женился, у него родился ребенок. Как результат, казалось, он успокоился, примирился с собой. Увидит ли она нового Майкла Джексона, восставшего из пепла, а не того сломленного человека, которого она знала до этого. Именно любопытство заставило Лизу дважды пересечь Атлантику. Сначала она приедет к Майклу в Лондон, где он будет выступать на стадионе Уэмбли 12-17 июля. Она сказала, что у нее были там дела, связанные с саентологами. Затем она вернется в Штаты и опять присоединится к Майклу в самом конце его тура в Южной Африке. Превосходно должно быть, думал Майкл. Дело в том, что Дебби была с ним во Франции, Австрии и Германии 25 июня по 6 июля. Всего за неделю до приезда Лизы. Она приехала, чтобы увидеться с ним и принцем Майклом, которому было примерно 4 месяца. К тому времени она видела малыша всего один, ну, может быть, два раза после его рождения. Дебби планировала покинуть Лондон до концертов, что полностью устраивало Майкла. Дебби и Лиза не пересекутся. В Германии Майкл прямо сказал Дебби, Лиза приедет к нему в Лондон в следующий его визит, а затем позже в Южную Африку. Дебби была не в восторге услышать эту новость. Пожалуй, она думала, что Лиза вторгалась на ее территорию, но она быстро взяла себя в руки. В любом случае, ее взаимоотношения с Майклом не позволяли ей указывать ему, что делать, даже при том, что они были женаты. Плюс ко всему, ее и в самом деле это мало заботило. «Видишь ли, все просто», сказала она одной подруге. «Я не говорю Майклу Джексону, что ему делать со своей жизнью, и он мне не указывает, как мне жить». Дебби всегда упоминала своего мужа как Майкл Джексон, так оно и есть, заключила она. «Так что, если он хочет общаться со своей бывшей женой, я не собираюсь ему препятствовать. Ведь я не хочу, чтобы он мешал мне, если я захочу встретиться со своим бывшим другом». «Но это ведь ненормально в браке, разве не так?» возразила Дебби подруга. «Но сейчас ведь речь идет о браке с Майклом Джексоном», усмехнулась Дебби. «Я тебя умоляю, спустись на землю, у меня все под контролем, я взрослый человек и отдаю отчет своим действиям». «И он тоже знает, что делает. К тому же, я думаю, что скоро у нас будет большое известие». Тогда Дебби не стала вдаваться в подробности. У них с Майклом были интимные отношения, как они позже будут утверждать, или же были предприняты какие-то еще действия. Ведь когда Дебби останавливалась в отеле Диснейленд в пригороде в свою поездку в Париж, она забеременела вторым ребенком. Она знала, что их отношениям с Майклом, какими бы они ни были, ничего не грозит. У них была договоренность, и это казалось весьма действенным. Между тем, Лиза и двое ее детей присоединились к Майклу в Лондоне. Они все остановились в номере Майкла стоимостью 10 тысяч долларов за ночь в роскошном отеле Карлтон Тауэрс. Билеты на все три концерта на стадионе Уэмбли были полностью распроданы, и Майкл был превосходным настроением. Однако, как ни старалась Лиза, ей не хватило проведенного с Майклом времени, чтобы понять его состояние. Прошло три месяца, и Лиза снова приехала к Майклу в Южную Африку. В этот раз она вышла из самолета блондинкой, напоминая цветом волос Дебби. Во время этой поездки она вовсю старалась просочиться в загруженный график Майкла. Лиза с детьми, Майкл, его родители и сын все остановились в Пелос-отеле в центре Йоханнесборга. У всех на виду бывшие супруги держались за руки и вовсю улыбались друг другу. И все-таки, несмотря на все свои приветливые улыбки, Лиза становилась все неуютней и неуютней с новым Майклом Джексоном. Хотя он не был так явно измучен проблемами, как в то время, когда она царствовала в его жизни, она заметила в нем изменения, которые беспокоили ее. Прежде всего, на место ранимости, которая у него была раньше и которая, возможно, была порождением паранойи или ощущения надвигающейся опасности, пришла некая бравада. Похоже, что у него было чувство неуязвимости. Особенно, Лизу беспокоило появление 13-летнего норвежского мальчика. Это был милый ребенок, который все время носил красную бейсболку, подаренную ему Майклом. Его присутствие, пусть даже все было невинно, обескураживало. Неужели Майкл по-прежнему не осознал, насколько опасным является для него с точки зрения его имиджа в глазах общественности тот факт, что юные мальчики сопровождали его в туре? В пятницу, 10 октября, Майкл выступал перед 47 тысячами на стадионе в Йоханнесбурге. После концерта Лиза провела несколько часов с Майклом за кулисами. Все это время она пыталась завести разговор о новом друге Майкла. Его присутствие создавало видимость неприличного поведения, и Лиза считала, что над этим стоит задуматься. Однако, Майкл ясно дал понять, эту тему он обсуждать не будет. Похоже, он больше не нуждался в ее советах, или, по крайней мере, не принимал их к сведению. Именно неуверенность в своих силах была тем слабым местом Майкла Джексона, что всегда до этого соединяла его и Лизу Мари Пресли. Теперь, когда этого не стало, и когда мостик, их совместимость в сексе был также разрушен, Лиза чувствовала себя не просто бессильной, но и ко всему еще и чужой. На следующий день Лиза с детьми присутствовали на торжественной церемонии, где Майкла объявили почетным членом одного из африканских племен. Это племя численностью в 300 тысяч человек считалось одним из самых богатых в стране благодаря своему второму по величине в мире платиновому запасу. Несколько дней назад Кэтрин и Джозеф также получили свидетельство о гражданстве. После этой церемонии, одетый в жакет военного фасона с золотыми значками на груди и рукавах, Майкл медленно шел через толпу местных женщин и детей города Пхокинг, который находился в 90 милях к северо-западу от Юханасбурга. Он доброжелательно улыбался и дотрагивался до рук своих обожателей, как будто был в гостях у королевской семьи. Лиза гордо сжимала руку Майкла, все это время один из помощников нес синий-желтый зонт, прикрывая Майкла и Лизу от солнца. В тот же день после обеда Майкл и Лиза отправились кататься на водных лыжах в южноафриканский курорт Сан-Сити. Затем вечером они там же обедали с Кэтрин. Перед ними выступили молодые люди в леопардовых шкурах одежде своего племени, которым они аплодировали. На следующий день у Майкла была репетиция концерта на стадионе в Йоханнесбурге. Лиза рассчитывала уже уезжать и наблюдала за сценой, ожидая окончания репетиции, чтобы попрощаться с Майклом. Небольшой круплиц наблюдал, как Майкл с танцорами репетировали триллер. В середине песни Майкл прервал исполнение. «Ребят, постойте», сказал он, «Это неверно, должно быть так, смотрите». Затем он легко, без всяких усилий, засказал по сцене, как будто по воздуху, показывая своей труппе, как правильно делать шаги. Кэтрин, которая стояла с Лизой, сияла. «Когда я думаю, насколько тогда все было плохо из-за всей этой бессовестной лжи и как много он достиг с тех пор, я не могу не плакать», сказала Кэтрин, не сводя глаз со своего сына. «Он едва не сломался, а сейчас стоит только на него посмотреть, с ним все хорошо». Затем она обняла Лизу и посмотрела на нее с теплотой. «И именно благодаря тебе он пережил это. Понимаешь, знаешь, как мы благодарны тебе за то, что ты сделала для него». Лиза едва улыбнулась и пожала плечами. «Я не знаю, помогла я или нет», сказала она скромно Кэтрин. «Я знаю только, что я действительно любила его». «Однако, надо признать, ваш сын – одна большая загадка». Кэтрин, запрокинув голову, засмеялась. «И не говори, девочка», воскликнула она. Увидев, как секретничали между собой женщины, Майкл остановился. «Ну и о ком вы там беседуете?» спросил он добродушно. «А тебе», в один голос ответили они. Он с проворностью исполнил что-то вроде чечетки, только без характерного для этого танца громкого отбивания ритма. На нем были туфли с мягкой подошвой. Состроил им смешную гримасу и вернулся к работе. Фильм Мартина Башира С выходом документального фильма «Жизнь с Майклом Джексоном» «Living with Michael Jackson» в феврале 2003 года началась новая глава в жизни Майкла. Премьеру посмотрели 15 миллионов в Великобритании и более чем вдвое больше зрителей в США. Фильм наделал много шума по обеим сторонам Атлантики и причина тому Майкл и человек, взявший интервью, ведущий Мартин Башир. До интервью с Майклом Джексоном Мартин Башир прославился благодаря своей телевизионной программе с Дианой, принцессой Уэльской, вышедшей в 1995 году. Почти 23 миллиона зрителей стали свидетелями ее признаний в королевском несчастье. Она рассказала о проблемах в своем браке с принцем Чарльзом, об его отношениях с Камиллой Паркер-Боулс и о чувстве собственной неловкости в результате комплекса, как она его назвала браком на троих. После выхода программы королева убедила Чарльза и Диану развестись, поскольку интервью вызвало огромное сочувствие к принцессе. Майкл поверил Баширу, когда тот выставил себя человеком, кто изменил жизнь Дианы к лучшему. На самом же деле, если бы Майкл присмотрелся к тому, как была снята программа, он бы понял, что это не так. Когда Диана словно под гипнозом, с остановками рассказывала в деталях о своей трагической жизни, создавалось впечатление, что она решила погубить себя и сделать это прямо на экране. Во время интервью она, казалось, была сдержана, не проявляла особых чувств, выглядела сломленной. Тем не менее, Диана вызывала симпатию. Она была жертвой определенных проблем, таких как расстройства, связанные с питанием, и разлад в семейной жизни, которые, во всяком случае, были понятны зрителю. Она не воспринималась, как кто-то, кто выходит за рамки обычного. Она производила впечатление опечаленной женщины, жизнь которой вышла из-под контроля. Ведь она все еще колебалась в принятии решения и просто решила рассказать правду. Однако Майкл Джексон с его пластическими операциями, детьми, в жизни которых не было матерей, и чрезмерным увлечением подростками, сильно рисковал, впустив Мартина Башира в свое окружение. Мир чудес, как выразилась его первая жена. После этой необычной программы с Дианой Мартин Башир получил премию Британской Академии Кино и Телевизионных Искусств и в 1996 году был назван Королевским Телевизионным Обществом Журналистом Года. В дальнейшем у него были еще громкие интервью, в том числе с несчастным британским комиком гомосексуалистом Майклом Берримором, которое состоялось в новостях после того, как во время вечеринки в доме актера утонул молодой мужчина. Мартин обхаживал Майкла Джексона пять лет, пытаясь убедить его принять участие в фильме. В конце концов, после рекомендации другом Майкла иллюзионистом Ури Геллером Мартин получил аудиенцию, во время которой ему удалось уговорить звезду пойти навстречу. И после этого Джексон открыл полный доступ в свою жизнь в течение восьми месяцев, хотя его советники предчувствовали, что ничего хорошего из этого не выйдет. Мартин Башир побывал в Неверленде в Калифорнии, путешествовал с Майклом по Штатам и Европе. Позже Ури сожалел, что познакомил Майкла с Баширом. Самое интересное, что касается фильма, не то, что там показано, хотя многое поражало, а сама возможность снять жизнь с Майклом Джексоном, что наводит на мысль, либо Майкл по-прежнему не понимал, как его воспринимают большая часть публики, либо это его не заботило. По мнению тех, кто хорошо знал его, он искренне верил, что вполне разумно для установления контакта с общественностью разрешить незнакомцу осветить его мир взглядом со стороны, при том, что сам он будет лишен возможности проконтролировать конечный материал. Майкл не мог трезво мыслить, он считал, что это правильный ход, ведь Диана сделала же это и был уверен, что публика проявит интерес к его жизни. Он никогда не предполагал, что фильм может вызвать скандал, у него даже не возникало такой простой мысли, как то, что он или его жизнь вызывают шок. Говорили, что некоторые из команды Майкла, например, Джон Бранко, никогда не думали, что проект будет доведен до конца. Как бывает часто с артистами, Майкл подключался ко многим проектам, которые так и остались на стадии разработки, и была надежда, что данный фильм пополнит этот список. Безусловно, подобная программа никогда не была бы реализована в те давно минувшие дни, когда Майкл учитывал не только свое мнение. Некоторые сторонники Майкла пытались представить фильм Мартина Башира как нечто хорошее в жизни звезды, говоря, что этим фильмом он вызвал симпатию к себе. Разумеется, наблюдая за тем, как Майкл рассказывал об избиениях, нанесенных ему отцом в детстве, сердце любого наполнялось сочувствием и жалостью. Майкл вспоминал, как Джозеф сидел на стуле в то время, как мальчики репетировали, и в руках у него был этот ремень. Если ты делал не так, как нужно, он мог выдрать тебя, на самом деле ударить. Это было так ужасно, хуже некуда. Он все еще не преодолел душевную травму, полученную в детстве, и, казалось, не примирился со многим. Тем не менее, при всем этом, на протяжении остального времени, почти 110 минут фильма, Майкл был представлен эксцентричной личностью, какой еще никогда не было в поп-культуре. Например, как он описывал о рождении Пэрис. «Мне так захотелось забрать ее домой после того, как обрезали пуповину, я не должен этого говорить, но я похитил ее и просто увез домой со всей этой плацентой и всем тем, что поверх, я просто положил ее в полотенце и убежал». Деби Роу еще больше усугубило эту нелепость, подтвердив в частном порядке, что Майкл заморозили плаценту. Ну, разумеется, заморозили, понятное дело, как бы он ее сохранил. Постоянные жалобы Майкла по поводу того, как таблоида освещали его жизнь, делая сенсацию, представляются неуместными, тогда как его поведение, его поступки вызывали изумление и служили поводом для подобных публикаций. «Джеко Вака похищает своего собственного ребенка всего через несколько часов после рождения», кричал на первой полосе «Заголовок в Старр» в апреле 1998 года. Он просто выхватил у нее ребенка. Джеко украл ребенка через несколько минут после рождения, на той же неделе вопил заголовок в журнале «Нейшнел Инкуайр». Майкл чмокнул Дебби в щеку, взял Перрис на руки и удалился с ней. Кто бы поверил в подобные истории. Однако, недаром же авторов этих статей возможно подтолкнул тот факт, что для Майкла была заморожена плацента. Придумать такое было бы слишком даже для них. В следующем кадре Майкл кормил принца Майкла Второго из бутылочки. Младенец был накрыт зеленым шифоновым шарфом. Майкл, кормя весьма энергично, качал его на колени. «Я люблю тебя, Бланкет», — ворковал он. «Я люблю тебя, Бланкет». Затем он вспомнил свой поступок в Германии, объясняя, что крепко держал малыша, когда ненадолго свесил его с балкона и что именно СМИ виноваты в последовавшем за этим скандале. Не он. Казалось, Майкл был не в себе, нервничал. «Зачем бы я накрывал ребенку лицо шарфом, если я хотел сбросить его с балкона?» — спрашивал Майкл, сердясь. «Мы приветствовали поклонников. Они были внизу, тысячи, ребенка, и я представил им такую возможность, а своей любви к детям он заметил. Я скажу это миллион раз. Я могу смело сказать об этом. Если бы на этой земле не было детей, если бы кто-нибудь сказал, что все дети мертвы, я бы тут же спрыгнул с балкона. Я бы сделал это. Сделал». Пожалуй, самым абсурдным утверждением Майкла было, «Я не делал никаких пластических операций на лице, только на носу. Это облегчило мне дыхание. Таким образом, я могу брать более высокие ноты». Он утверждал, что у него было всего лишь две операции и обе на носу. «Я говорю чистую правду. Я ничего не делал со своим лицом», сказал Майкл. «За столько лет надо думать, он мог бы найти лучший ответ на вопрос о пластических операциях. Как вариант, само собой, разумеется, я делал пластические операции». Следующий вопрос, пожалуйста. Кто бы мог оспорить это? На протяжении всей истории единственный надежный способ для знаменитостей уйти в любом случае от назойливости СМИ – это защитить себя словами, без комментариев. Это работает. К примеру, Джеки Кеннеди крайне редко давала комментарии, которые могли подогреть любопытство публики, чего бы это ни касалось, и к ней ни у кого не было претензий. Зачастую и тот факт, если знаменитостям нечего сказать, особенно если это неординарные люди и у них нестереотипное поведение, неважно, сколько бы они ни пытались, им не по силам удовлетворить своими объяснениями кого бы то ни было. Тем, кто знал Майкла, смотреть фильм было тяжело. На следующий же день утром в Неверленд позвонила Лиза Мари Пресли. Она сказала помощнику, что хочет поговорить с Майклом как можно скорее. Лиза была в другом штате, она объезжала радиостанцию в связи со своим альбомом. И тем не менее, она нашла время для звонка, чтобы узнать, как ее бывший муж справляется со всем этим сыром бором, получившим такую широкую огласку. Когда Майкл узнал, что Лиза пыталась связаться с ним, его сердце заколотилось. Он все еще не свыкся с мыслью, что они расстались и, как он сказал, верил, что однажды так или иначе опять будут вместе. Когда в ноябре 2002 года в Майами Лиза вышла замуж за актера Николаса Кейджа, Майкл забеспокоился. А когда они развелись меньше, чем через 4 месяца, он позвонил Лизе, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. «О, не беспокойся обо мне», сказала она Майклу, «это всего лишь очередная куча дерьма в моей жизни, вот приходится разгребать ее». Он засмеялся. Майкл позвонил по номеру, который оставила для него Лиза. «Парень», сказала она ему, как только их соединили, «этот фильм, черт возьми, полный отстой, о чем ты только думал». Они все смеялись и смеялись, но хоть она поднимает ему настроение. «Да пошли подальше этого Мартина Башира, у этого парня больше никогда не будет работы». «Кто ему поверит? Ему конец? Черт возьми, ты зарубил ему карьеру». «Я думаю, возможно, он пытался разрушить мою Лизу», сказал Майкл. «О, пожалуйста», ответила Лиза, «этот говнюк-репортер не сможет испортить тебе карьеру, поверь мне». Можно уверенно сказать, Мартин использовал Майкла в своих интересах, задавая наводящие вопросы, в струе предположения, выражая восхищение и недоумение. Так, например, он спровоцировал Майкла забраться на дерево, на котором тот пишет большинство своих песен, находясь в полном согласии со всей этой красотой Неверленда, так называемое Майклом, волшебное дерево. Действия Башира вызывают подозрения, поскольку он пытался показать Майкла, как человека, любящего играть, резвиться. А получилось, Майкл представлен одиноко сидящим на каком-то дереве и как результат все это задевало заживое и вселяло некоторую тревогу. Позже, сопровождая Майкла в Лас-Вегасе в магазин и наблюдая, как тот тратил тысячи долларов, покупая самое худшее, а именно самые бескусные предметы обстановки, разве у Башира была какая-то другая причина, кроме как сделать из всего этого спектакль? Но почему тем самым Майкл позволил выставить себя вот таким образом? Было также множество ханжеских комментариев за кадром фильма, сделанных Баширом, когда он строил свои суждения о Майкле и его жизни. Перед самой трансляцией фильма в Великобритании Майкл и еще несколько его друзей и помощников предварительно посмотрели жизнь с Майклом Джексоном в Неверленде. Майкл рассчитывал, что ему понравится фильм, однако уже через пять минут стало ясно, что он будет недоволен фильмом, рассказывал один из приятелей. Он смотрел молча. В комнате было так тихо, что слышно, как муха пролетит. Никто не проронил ни слова. Когда фильм закончился, Майкл сидел неподвижно, все повторяя и повторяя. Я не могу поверить, что он мог так со мной поступить. Долго дискутировали, как не допустить к эфиру эту программу, но надежды было мало. В тот вечер Майкл много выпил, сились заглушить несчастье. Только на следующий день он начал злиться. Тут он категорично заявил, что не желает выпуска фильма. Его адвокаты сказали, что нет такой возможности этому воспрепятствовать. Не говорите мне это теперь. Найдите способ, сказал он сердясь. Но они так и не смогли ничего сделать. Однако, по большому счету, это действительно были высказывания и поведения 44-летнего Майкла. И ловкое редактирование тут ни при чем. Держась за руки, он хихикал с 12-летним подростком, излечившимся от рака, признаваясь, что иногда спит с ним в одной комнате. Прильнув головой к плечу Майкла, мальчик вспоминал. Я говорил, Майкл, ты можешь спать на кровати. А он мне, нет, нет, спи ты на кровати. Тогда я, нет, ты спи на кровати. И затем он мне сказал, послушай, если ты меня любишь, ты будешь спать на кровати. Я такой, ну, так что в конце концов спал я. Майкл спал на полу. Когда мальчик говорил, Майкл смотрел на него не отрываясь, явно желая выразить свою любовь и преданность. В очередной раз по собственной воле он предстал перед миром таким образом, что вызовет удивление и пересуды. Майкл сказал Мартину, я спал со многими детьми, почему нельзя поделиться своей постелью? Самое большое проявление любви это поделиться с кем бы то ни было кроватью. Под словом постель подразумевается секс. Это рассматривают как нечто сексуальное. Это не имеет никакого отношения к сексу. Мы готовимся ко сну, я укладываю их и включаю музыку. А поскольку это время для сказок, я читаю какую-нибудь книгу. Перед тем, как лечь спать, я зажигаю камин, я пою их горячим молоком, мы едим печенье. Понимаешь, это славно, это очень мило, так должен делать весь мир. Разумеется, в индустрии развлечений талант и крайность идут рука об руку, и Майкл в некотором роде выглядит эксцентричным, возможно, не более, чем некоторые другие звезды в истории поп-музыки. Представьте себе, каким мог быть фильм «Жизнь с Элвисом». Элвис в преклонном возрасте ведущий затворническую жизнь в Грейсленде, страдающий от паранойи и одурманены лекарствами. Проблему Майкла состоит в том, что он на протяжении уже более 15 лет со времен уловки с барокамерой в 1986 году устраивает перформансы на публику. «Нет, я Питер Пенн, говорил он Баширу, в моем сердце я Питер Пенн». Подобный пиар не способствовал пониманию со стороны общественности. Его эксцентричный образ лишь умалял значение с трудом заработанного им наследия в сфере развлечений. Пожалуй, лучше всего сказала Лиза-Мари Пресли, автору плейбоя Робу Тененбауму. Одно время Майкл походил на волшебника из страны Оз, человека за завесой. Когда-то он действительно умело использовал в своих целях образ наврути Говарда Хьюза. Он стал человеком, выходящим за рамки жизни. Но в какой-то момент это повернулось против него, и он стал этаким фриком в представлении отдельной части общественности. И теперь он не может освободиться от этого образа. Когда ты король в своем собственном дворце, то нет ни правил нравственного поведения, ни порядочности, ни искренности. Всякий будет целовать твою задницу, а потом толкнет так, что ты свалишься с ног. После трансляции «Жизнь с Майклом Джексоном в Штатах», несчастный Майкл сделал заявление, сказав, что из-за этого фильма он в отчаянии, что его целиком и полностью предали, и что он считает это грубым извращением правды и дешевой попыткой представить в ложном свете его жизнь и состоятельность как отца. Майкл не сомневался, что журналист обманул его. Он думал, что фильм получил сенсационную окраску благодаря редактированию и, как он сказал, злым намерениям Башира. Майкл предпринял ответный шаг, выпустив выборку материалов, не вошедших в фильм, которые, как надеялись, поставят Башира в дурацкое положение. В своем фильме Мартин обвинял Майкла в том, что тот мало времени первому, которому на тот период времени было 5 лет, Пэрис Кэтрин Майкл 4 года и грудному принцу Майклу второму. По поводу потомства Джексона он заметил, дети ограничены от окружающего мира, они находятся под сверхзащитой. Башир поставил на Майкле клеймо, сломленный, инфантильный, зацикленный на себе. Он сказал, я уезжал весьма печаленным и глубоко обеспокоенным тем, что увидел. Однако на пленке Майкла Башир восторгался, ты фантастически общаешься с детьми, в самом деле у меня подступают слезы, когда я вижу тебя с ними, ведь ваши отношения настолько естественны, пропитаны такой любовью и заботой. Всякий, кто соприкасается с тобой, понимает это, на что Майкл ответил, благодарю тебя. Вывел ли этот фильм на чистую воду Башира, а Майкл достойный подражания родителей? Возможно, для одних да, других же это мало чем удивило. Журналист будет стараться понравиться человеку, у которого берет интервью, чтобы тот был более искренним. Потом было решено, что Майкл выпустит отдельный фильм о своей жизни с его точки зрения и с точки зрения своего близкого окружения. Fox TV в Америке заплатила Майклу за права на интервью с Майклом Джексоном видеозапись, не предназначенную для показа, 2 миллиона долларов, а затем эта передача была продана по всему миру. Поскольку материалов, не вошедших в фильм Башира было недостаточно для полноценного фильма, для поддержки Майкла были приглашены Кэтрин и Джозеф, а также его брат Джермейн, визажист Карен Фей и Дебби Роу. Попытки Дебби объяснить свои отношения с Майклом и особенно со своими детьми, пожалуй, принесли больше вреда, чем пользы. «Мои дети не называют меня мамой, потому что я так хочу», говорила она. «Они дети Майкла, не то чтобы они не мои дети, но я родила их потому, что хотела, чтобы он стал отцом. Люди рассуждают, это немыслимо, она оставила своих детей, оставила, я бросила своих детей, я не бросала своих детей, мои дети со своим отцом, где и полагается им быть, я не с ними как мать, позови он меня сегодня вечером и скажи, давай родим еще пятерых детей, я сделаю это за один удар сердца». Было очевидно, что она действовала из лучших побуждений, с добрыми намерениями, однако, как бы она не пыталась придать логику своим объяснениям, ее необычные взаимоотношения с Майклом и особенно со своими детьми вызывали недоумение, лучше было не говорить об этом и не рекламировать. После того, как состоялась дуэль, были показаны фильм Мартина и фильм Майкла, Майкл снова уволил своего давнего адвоката Джона Бранко и на этот раз по факсу. Говорили, что Джону не хотелось уходить и в то же время он почувствовал облегчение. Его работа была слишком утомительной. В течение 25 лет он то работал на Майкла, то его увольняли и стало заставлять нервничать еще больше после того, как Майкл перестал прислушиваться к его советам. Как другу и как адвокату в продолжении стольких лет ему было тяжело видеть, как поступал Майкл в ряде случаев. Также была уволена управляющая на тот период времени Труди Грин. О том, что Майкл заключил соглашение с Баширом, она также узнала только после того, как уже ничего нельзя было сделать. Затем Майкл уволил своего бухгалтера Барри Зигеля. Казалось, он полностью почистил свои штаты. Тогда же на интернет-сайте были обнародованы документы, приобщенные к делу органами власти 10 годами ранее, когда Джорди Чандлер рассказал в подробностях о якобы имевших место в развратных действиях со стороны Майкла. Это должно было случиться, что снова заставило вспомнить о былых напастях с Джорди и Эваном. И все это было результатом неуместного поведения Майкла в фильме Башира, когда он держался за руки с 12-летним подростком. После опубликования этого сенсационного документа, который содержал пять страниц, Майкл заявил, что он не может нарушать обязательств о неразглашении информации, и что заявление Джорди использует лишь для того, чтобы продолжать пятнать его Майкла репутацию. Это не прекратится никогда, ведь так спросил тогда Майкл у одного консультанта, казалось, он был очень несчастен. Когда ему удалось забыть в течение какого-то времени о Джорди Чандлере, снова пришлось вспомнить об этом мальчике. Это несправедливо, почему СМИ не оставят меня в покое, спрашивал он. Почему? Если Майкл действительно хотел исправить свои ошибки, ему следовало бы сделать то, что он никогда не делал, согласиться с нами, с обществом в целом и признать, что в ряде его поступков есть странные, вызывающие тревогу моменты и хоть как-то объясниться, а не продолжать вести себя так, как будто этого не существует. Вместо этого он сделал заявление такое же, как после интервью с Мартином Баширом. Я в полном недоумении, сколько еще времени меня будут представлять в таком негативе, а затем он дал возможность своим посредникам выступить с заявлениями. Он не безумец, это именно общество утратило способность здраво рассуждать. Он не сумасшедший и не иначе, как общество сошло с ума. Почему вы не слышите? Почему вы не понимаете? А правильнее, если хочешь, чтобы Майкл Джексон был в конце концов понят, принести извинения за то, что воспринимается неуместным и сказать, если честно, не понимаю, о чем только я думал. Майкл Джексон Майкл Джексон